Пашинян сказал, что случится при наступлении Азербайджана. В связи с победой на парламентских выборах Никола Пашиняна поздравили председателей Евросоюза и Еврокомиссии Тузский Юнкер. Они высоко оценили ход выборов и градус общественного доверия. Руководители ЕС упомянули подписанное в ноябре 2017 года рамочное соглашение Армении АЭС, которое, по их словам, обеспечивает надежный фрейм для амбициозных реформ. Они сообщили об ожидании совместной работы в рамках этого плана, нацеленного на повышение благосостояния граждан Армении. Юнкер и Туск напоминают также, что в 2019 году исполнится 10 лет программе «Восточное партнерство ЕС». Они выражают надежду, что будет приложено еще больше усилий в направлении обеспечения региональной стабильности и мира. Это крайне важное поздравление из Брюсселя, которое примечательно своими месседжами. Углубление партнерства Армении ЕС является важным направлением во всех смыслах, и очевидно, что есть необходимость в наращивании темпов и динамики этого партнерства. С другой стороны, после бархатной революции в Армении происходят фундаментальные трансформации системы правления. Прежняя система была полностью выстроена на коррупционных механизмах, и в этом смысле эффективность реформ в значительной мере зависит от эффективности процесса демонтажа старой системы и формирования новой. Если бы можно было выстроить эффективную систему в прежних условиях, то это сделал бы Серж Саркисян. ЕС должен быть убежден, что с этой точки зрения прежняя система занималась имитацией, а не реформами. Но очевидно, что в период данного системного перехода неизбежна фаза зависания, адаптации. Тут, конечно, есть и субъективные элементы, но в целом круг объективен. В этом смысле, конечно, возникает обратный вопрос, в первую очередь, в армянском обществе. А может ли ЕС своей дополнительной активностью компенсировать зависание Армении в адаптационный период? Например, может ли ЕС форсировать процесс ратификации рамочного соглашения с Арменией в странах-членах? Безусловно, для этого требуется заинтересованность Армении, активная работа дипломатов. Но, учитывая наличие периода демонтажа, может ли ЕС приложить дополнительные усилия? Было бы несерьезно полагать, что при желании Евросоюз не может этого сделать. Вопрос в том, есть ли желание. С другой стороны, неужели революция в Армении недостаточно воодушевила Евросоюз для приложения дополнительных усилий? Кроме того, что имеют в виду тузский юнкер, говоря об ожиданиях от Армении по поводу региональной безопасности? Арцахскую проблему. Но стабильность и мир в этом вопросе ставят под угрозу не Армения и ее недостаточные усилия, а дефицит усилий со стороны мировых центров, в том числе ЕС. Армянская армия так или иначе прикладывает максимальные усилия для сохранения стабильности и мира. Армянская армия продолжит прилагать эти усилия, и трансформации в Армении могут дать для этого больше возможностей, но вопрос в том, что здесь Армения в Советах не нуждается. Безопасность – это внутренняя потребность Армении, которой надо сдерживать Азербайджан. Готово ли руководство ЕС нарастить усилия в деле сдерживания Азербайджана? Ведь для обеспечения стабильности нужно работать именно в этом направлении. Тем более, что посетив после бархатной революции Брюссель в рамках саммита НАТО, премьер Армении четко обозначил задачу – любое посягательство Азербайджана на Арцах и Армению – это атака на демократию. Продолжение следует...